На набережной там кораблик. Он называется первый линейный корабль морского флота РФ под руководством Петра Алексеевича. Перед дворцом очень классный садик. Даже не надо заходить и покупать билет, если честно. А все секретики, они за дворцом. И птичье молоко, разные конфеты, естественно. Мы пельмени в ручной лепке попробовали прям сразу же тоже с производства. И то, что разнообразие всего. То, что не просто зашел у тебя овощи, мясо и сыр, да, глупо говоря. Смотри, сыр. А он, смотри, хамон там. А вот, кстати, эти фрукты в шоколаде, да? 12 типов зерен, видишь, и у каждой прикреплено к хорошей котеновке. Что больше всего понравилось на рынке? Раки. Ой, я в зеренке. Мама, я в зеренке. Домашнее. Домашнее животное. Мне хотели подарить. Хотели или подарили? Подарили. Подарили. И где он? Мама не разрешила. Друзья, сегодня отправляемся в Воронеж, где постараемся познакомиться с пятеркой его главных достопримечательностей. Интересно, что Воронеж также называют вторым Петербургом. А про Петербург у меня есть огромное количество выпусков. Если вы любите северную столицу нашу, то, пожалуйста, посмотрите эти выпуски. Воронеж был важным торговым и военным центром еще в 18 веке. В год управления Петра I Воронеж развивался как важная база для морских походов. А еще он стал местом строительства кораблей для Балтийского флота. Петр I вообще много времени проводил в Воронеже. И здесь же можно увидеть точную копию корабля, который строился по проекту русского царя. Ходили даже слухи, что этот корабль будут использовать в съемках пиратов Карибского моря. Ха-ха-ха. Но все же это была местная шуточка и Джонни Депп до Воронежа не доехал. Почему Воронеж был выбран Петром как стратегически важное место? Он расположен на одноименной реке, которая является притоком Дона. Потому город был очень удобным для речного транспорта и судостроения. О чем еще это говорит? О том, что любой турист может здесь прокатиться на кораблике. Ну а Петр I, что Петр I? Он стремился создать мощный военно-морской флот. Увидел в Воронеже отличное место для строительства кораблей. Также Воронеж находился относительно близко к границам России с Османской империей и Крымским ханством. Что делало его стратегически важным для обороны и обеспечения коммуникаций. Город находился на важных торговых путях. Поэтому всегда была возможность снабжения и логистики для развертывания флотилии и других военных нужд. Кстати о торговле. Сегодня я вас также отведу в одно место, которое обязательно стоит посетить каждому человеку, который приезжает в Воронеж. И так, мы в Воронеже. Куда идти гулять? Есть улицы, есть набережные. И вот первое, куда стоит отправиться, это конечно же набережная. Вообще их тут 7, вроде как я насчитал. Но поговорим мы об одной. Это Новая Петровская набережная, которая недавно была реконструирована. И еще реконструкция здесь продолжается. И по проекту планируется, что эта набережная будет 4,5 километра длиной. И вообще изначально Воронеж развивался именно вблизи места, где сегодня находится эта самая набережная. Вот когда вы стоите на набережной, представьте, что здесь когда-то была верфь и здесь же строились корабли. Но верфь эта просуществовала недолго. Река начала мельчать и было принято решение перенести ее. Здесь же в районе находились суконные фабрики и кожевенные заводы. И здесь же на набережной мы плавно переходим ко второй достопримечательности. Это корабль музея Гота Придестинация. Сразу оговорюсь, что попасть сюда вы можете только в определенные часы, поэтому внимательно проверяйте время. На набережной там кораблик. Он называется первый линейный корабль морского флота РФ под руководством Петра Алексеевича. Билеты 300-200 рублей, 300 взрослые, там 200 детские льготные, по-моему, вот так. И, значит, сеансы раз в 2 часа. Поэтому посмотрите, время, чтобы не было так, как у нас. Мы приехали и у нас 15 минут назад зашли. Корабль это не тот самый корабль, который строил Петр I, это его точная копия. Название Гота Придестинация. Пошло от латинского выражения Fides Prae Destinationis. Это можно перевести как вера, предопределение или вера в судьбу. А слово Гота пошло с немецкого Гот, то есть Бог. В целом можно сказать, что название обозначает Божье Провидение. Петр I, который стремился модернизировать Россию, в том числе и ее флот, использовал западные подходы и концепции. Это отразилось и в названии корабля. Гота Придестинация был построен по проекту царя под руководством будущего известного корабельного мастера Федосея Моисеевича Скляева. Но важно упомянуть, что Петр I лично участвовал в строительстве. Он руководил закладкой корпуса и принимал участие в спуске корабля на воду. Этот фрегат стал первым российским линейным кораблем и первым судном 4 ранга по британской классификации 1706 года, построенным в России исключительно русскими мастерами без малейшего участия иностранцев. В период службы Гота Придестинация был частью Азовского флота. После неудачного прудского похода и потери Азова корабль был продан Османской империи. Сейчас внутри корабля вы можете посмотреть экспозиции, которые расскажут вам о быте моряков Петровской эпохи. Здесь снимали несколько эпизодов телесериалов «Нулевая мировая» и «Екатерина Гардемарины». В экспозиции более 600 различных предметов. Также можно пройтись в каюту капитана, в кают-компанию, в батарейную палубу, в трюм. Можно увидеть тщательно воссозданное вооружение с полным набором инструментов для обслуживания. С набережной предлагаю вам отправиться на центральную улицу Воронежа. Проспект Революции Проспект Революции Что-то аналогичное Невскому проспекту в Санкт-Петербурге или Тверской улице в Москве. Что нам известно про проспект Революции? До 1918 года эта улица называлась Большой Дворянской. Здесь впервые появились мощеные тротуары. Здесь же было проведено первое уличное освещение и проложен водопровод. Основная застройка этого проспекта прошла более 200 лет назад. И большинство зданий второй половины 19-го и начала 20-го веков сохранились до сих пор. За исключением нескольких, которые были подбиты во времена боев за Воронеж в ходе Великой Отечественной войны. Здесь находится усадьба, она же дом, где родился Иван Будин. Сейчас это дом-музей писателя. Здесь же на этой улице находятся лучшие гостиницы, например, Мариотт, который был построен специально к чемпионату мира по футболу. В Мариотте, кстати, тогда была заселена сборная Марокко. А можно, например, прикоснуться и к истории и остаться в гостинице Бристоль, которой на днях исполнится 115 лет. Она, кстати, является памятником истории и архитектуры Воронежа. Это был первый отель в Воронеже, где появились электрические лифты, кухонные, пассажирские. На первом этаже здания тогда располагался магазин машин и обуви. На втором ресторан, на третьем и четвертом этажах были непосредственно номера. На пересечении проспекта Революции и улицы Феоктистого стоит Благовещенский кафедральный собор. Он считается третьим по размерам храмом нашей страны сразу после Храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Высота его наивысшей точки 97 метров. Храм Христа Спасителя, к слову, 103 метра, Исаакиевский собор 101,5 метров. Вы, кстати, можете посмотреть мои выпуски, где я как раз рассказываю об Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Возведен храм в русско-византийском стиле. Главный крест имеет высоту 12 метров. Весит он почти 5 тонн. А теперь с улиц и набережных предлагаю вам отправиться кушать. Идем на центральный рынок. Это не просто рынок. Он был дважды удостоен звания лучшего рынка России в 2018 и 2021 годах. Здесь, по разным данным, более 10 тысяч различных продуктов. Ежедневно рынок посещает почти 20 тысяч человек. Но когда-то на этом месте была так называемая хлебная площадь, которая впервые упоминается в 1770 году. Здесь продавали зерно, муку, свежий хлеб и скот. В дореволюционный период в 1910 году здесь была открыта одна из первых недорогих столовых. Ну и в целом посещали это место люди в основном с низким заработком. Первый крытый рынок здесь появился в 1972 году. Это был центральный колхозный рынок, где продавалось мясо, колбасы, сливочное масло и соленье. Тогда рынок полюбился многим тем, что посещать его можно было в любую погоду. Но в 2013 году старое здание было снесено и на его месте построили новое, более современное, то, которое мы видим сейчас. Но главное все-таки это не то, что снаружи, а то, что внутри. И поверьте мне, если вы зашли внутрь, то с пустыми руками вы уже оттуда не уйдете. И если вы хотите привезти своим родственникам и близким что-то из Воронежа, то центральный рынок это то место, где вы сможете в легкую затариться. Смотри сыр, а вон смотри хамон там. Уважаемый, проезжайте. Уважаемый. 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 Не просто там кто бы то, а уважаемый. На первом этаже местные фермерские и сельхозпродукты, овощи, фрукты. На втором этаже есть столовые, кафушки и очень большое количество всяких мини-лавочек и производств, где вы можете попробовать всякие вкусняшки. Колбаса, сыр, выпечка, различные напитки. Шоколад. Ну и конечно, что не так часто встретишь на рынках, что все производство вы можете видеть своими глазами. Ну реально прям рынок очень крутой. Очень крутой. И то, что это свое производство и то, что разнообразие всего. То, что не просто зашел у тебя овощи, мясо и сыр, глупо говоря. А здесь реально и шоколад, и всякие там... Мне еще нравится, видишь, что многие в свое производство со стеклом, и ты это видишь. Да, да. Вот это вот, как и в ресторанах, знаешь, прозрачная кухня. Кофе прикольно сделали. То есть получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Двенадцать типов зелень, видишь, и каждая прикреплена к хорошей кофемовке. Круто сделано. Там вот, где зеленые эти растения, там то ли паровая, да, чтобы они росли. Это настоящие, походу. Прикольно. Здесь часто проходят различные акции. Так, например, для детей вам дают определенное производство бесплатно. Булочки, молоко, могут угостить какой-то конфеткой или сладостью. И вот так зайдя просто на завтрак, мы провели на рынке все наше утро. Ян, кто больше всего понравился? Что больше всего понравилось на рынке? Ракис. Тут раки, 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 смотри. Папа! Ой, я в доме. Мама, я в доме. Домашнее животное. Мне хотели подарить. Хотели или подарили? Подарили. И где он? Мама не разрешила. Кость, а тебе что больше всего понравилось на рынке? Рыба. Рыба. Молодцы, очень классный рынок. Внутри, знаете, можно провести пару часиков, покушать, попробовать разные штучки, сладости. Вот дети попробовали. И птичье молоко, разные конфеты, естественно. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот это у вас птичье молоко квадратненькое, да? А можно мне 4 штучки в 4 пакетика детям? По одной. По одной, да. Мы пельмени, ручной лепки попробовали. Прямо сразу же тоже с производства. Бараниный суп. Салат, самса. Пакетики, пельмешки, штрудели, яблочные. Так, только дайте аккуратно, потому что горячо. Хорошо, зайдите? Ребята там еще с собой что-то набрали. Короче, все, что хотите. Хлеб, сыр, колбаса, кофе, конфеты. Там целые кулинарные отделы. Все это делают здесь. Все красивенько, симпатичненько. Сразу же можно посидеть, там съесть вот это все дело. Поэтому я вам прям вот рекомендую. Ну а после рынка, наевшись, нанюхавшись, закупившись для своих родственников, мы едем с вами во дворец. Дворец Альденбургских. Он находится не совсем в Воронеже, он находится в Воронежской области, в поселке Рамань. Дворец определенно выделяется своей архитектурой, так как он нетипичен для русских глубинок. Само название происходит от русской ветви Альденбургского дома. Это княжеский род немецкого происхождения. История усадьбы началась в 1878 году. Тогда принцесса Альденбургская, она же княгиня Евгения Максимилиановна Романовская, герцогиня Лихтенбергская, приобрела имение Воронежской губернии. Для возведения замка для супругов Альденбургских был приглашен архитектор Христофор Нейслер. Сам стиль дворца – староанглийский классицизм. Перед главным зданием расположены ворота с башней, в которой установлены часы производства швейцарской компании Винтер. Рядом находится флигель, известный как Свитский корпус, в котором размещалась свита, сопровождавшая знатных гостей, посещавших усадьбу. После Октябрьской революции владелица замка уехала сначала в Финляндию, а затем во Францию. Ну и как часто это бывает, имение было разорено. Сразу идите на территорию дворца, заходите за него. Сначала заходишь, когда на территорию небольшое пространство, такое клумбочка там, а все секретики, они за дворцом. И вы обходите его, он сейчас на реставрации, обходите лестницу. Видите, вот эта красота, да? Лестница идет вниз, вот и дальше, а дальше вот. После революции в этом здании размещались казарма, школа, больница и еще управление заводом. Есть легенда, что во время войны немецкие войска, узнав о немецком происхождении предыдущих владельцев, решили не наносить удар по замку и разослали листовки с надписью дворец не тронем. Поэтому в годы бомбардировок местные жители искали укрытие в стенах Альденбургского дворца. Интерьер здания не сохранился, но есть описание, где можно прочесть, что находилось на каком этаже. Так, например, на первом этаже располагались залы для приема гостей, бильярдная библиотека. Второй этаж был отведен для личных апартаментов владельцев. На втором этаже имелась застекленная веранда, открывающая вид на окрестности. Дубовая парадная лестница, соединяющая оба этажа, сохранилась до нашего времени. Здание отапливалось одной печью, размещенной в подвале. Для обогрева первого этажа служили три камина. Перед дворцом очень классный садик. Даже не надо заходить и покупать билет, если честно. Ну, как бы я купил билет на все. Вот, там за заборчиком вы проходите. Там непосредственно дворец с экспозициями. Внутрь войти. Интересно почитать, как вообще семья поднялась. Эльденбургский, что здесь было, почему именно здесь это место, а не где-то в таких местах. Когда уже вышел, напитался всей этой информацией, можно погулять по саду. Он не очень прям большой, не огромный. Это, конечно, не Петергоф, не Екатерининский дворец, но красиво. И есть нижний сад, но в нижнем саду там заборы стоят. Там много чего реставрируется. Да, прикольно вот такая пристройка. Это касса там. Это касса. Там покупаете билеты. Вот там. И там же и вход. И заходите, обходите здание. Вот немножко хитро так сделано. Ну, а пока у меня все. Не забывайте, что у меня есть и второй канал, где я рассказываю о зарубежном образовании. Канал называется Smaps Education. Если вам интересно поехать за границу, поучить язык, выбрать учебное заведение, школу или университет, то заходите, подписывайтесь на канал. Также вы можете получить бесплатную консультацию на нашем сайте 3wsmaps.ru, где вы найдете все о зарубежном образовании. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok